Настоящего интервью, да? Поэтому настоящего онлайн вот такой беседы. И поэтому я, Сергей, будет говорить, отвечать на мои вопросы. У меня их вот приготовлено немало. Но они не такие уж большие, и они очень простые, потому что, я думаю, с ними сталкивается каждый. И несколько вопросов из вот моих вопросов — это те вопросы, которые девочки мне написали либо в личку, либо на страницах, где я рекламировала, да, и извещала о том, что у нас сегодня с тобой будет эфир. В общем, заканчиваю разговаривать и хочу тебе уже, тебя задать. Ты вообще питанием и вопросом питания сколько лет уже занимаешься? И вообще почему ты начал этим заниматься? Ты же психотерапевт. Ну да. Я когда в Томск поступил, по-моему, в 97-м году, я пошёл на кружок по психотерапии, и Андрей Бобровский, Миша Гаврилов, они тогда ещё все работали в биоинтермедии и занимались вопросами снижения веса, и они писали диссертацию. Я пошёл на кружок, который они вели, но они, видимо, заметили, что я был таким активным парнем, а я уже хотел строить карьеру научную, и пригласили к научным исследованиям. Ну и всё вертелось вокруг расстройств пищевого поведения, правда, тогда это ещё не так называлось. Вот оттуда и пошло. То есть с 97-го года я ещё был студентом, но уже с этой темой столкнулся. И что интересно было, вот я впервые увидел настоящую живую психотерапию, потому что есть психотерапия в пределах психиатрической больницы, там, где люди находятся в особых условиях, где есть медикаментозная поддержка, и психотерапия там совсем немножко, если она позволит. А здесь это были настоящие, ну, как это, обыкновенные люди, которые приходили, которые днём работают, вечером идут домой, что-то едят, вот они приходили с запросом, я хочу то-то, то-то, да, вот я всё понимаю, но почему-то не могу себя... Остановить, да. Да, 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 помогите мне прекратить, слишком много есть. И вот я увидел, как работает психотерапия. Такие реальные быстрые результаты, быстрые, отдалённые, и как-то вот с этой темой я так и остался. Это не значит, что я занимаюсь только клиентами с РПП, но у меня их достаточно много, наверное, ну, примерно половина всей моей практики, там, чуть меньше, чуть больше в разный период. Это те люди, которые либо, а, много едят больше, чем надо, либо, наоборот, едят меньше, потому что анорексия тоже есть, и достаточно грозная штука. Но сегодня, как я понял, речь не о ней. Да, мы, я думаю, что... Вот согласитесь, а почему среди вообще людей с нарушением пищевого поведения, больше толстых? Я бы так сказала. Почему? То есть это с психологией связано? Ты вот этот вопрос как-то смотрел? Да, смотрел. Но вообще полнота – это болезнь цивилизации, потому что история человечества – это сотни тысяч лет борьбы с голодом. Уж к голоду мы как-то приспособились. А к тому, что пищи, а, много, б, она всегда доступна, в, она концентрирована, слишком калорийна. К этому наши тела генетически ещё не очень приспособились. Приспособились, да? Он пишет, что... Не правда, что толстых больше с РПП? Просто толстых видно. Ну, может быть, их как-то незаметнее. Ацент полных людей сейчас больше. Конечно, раньше их было меньше, да. Мы не говорим, что у каждого полного человека РПП есть, но при полноте в определённой части людей есть РПП, конечно же. Есть полнота не связанная с РПП по другим причинам, но есть и полнота из РПП, да. И полноты больше, намного больше стало, чем было. Это болезнь цивилизации. Плюс, конечно же, у нас есть дисбаланс между тем, сколько мы едим, сколько мы можем потратить энергии. Я часто привожу такой пример. Простая шоколадка. Там 650 килокалорий, условно. Ну, в обычной 100-грамовой шоколадке какой-нибудь там кофе с молоком фабрики России. Люблю сочинения. И у меня есть клиенты, которые могли съесть только шоколадок несколько за вечер. Только шоколадок. Меня спрашивают, за сколько ты съешь шоколад? Ой, Сергей Владимирович. Ну, что вы такие вопросы задаете? Да, три минуты я смолочу, вообще даже не заметил. Но взрослой женщине, скажем так, рост там 170 сантиметров, условная, которой там 30-35 лет, для того, чтобы израсходовать 900 килокалорий, нужно плавать со скоростью 3 километра в час, целый час. Ну, несравнимо, да, либо час человек двигается, плавание – это такая интенсивная нагрузка, либо одна шоколадка. То есть, конечно, раньше еда была другой в целом. Ну, вот так. Поэтому есть проблема, есть. Наверное, мы к ней тоже приспособимся. Ну, через сотни, тысячи поколений. Да, и у нас с тобой тема, как бы, вот интуитивное питание. Давай вот просто, чтобы у нас были общие понятия, да, общий понятийный ряд. Что такое интуитивное питание? То есть, у меня было всегда такое представление, думаю, у многих, наверное, но что это вот, мне сейчас захотелось солёных огурцов, я сейчас их съем. А походило-походило. Ой, мне так сильно захотелось шоколадку, я сейчас её съем. Ой, а сейчас бы мясо сверху, потому что, мне кажется, это вот я цепная реакция. Съела шоколад, мне хочется мяса. Съела сладкое, мне хочется солёного. То есть, вот это же тоже интуитивно, я чувствую, что мне так хочется. Ну, я так понимаю, что это ошибочное явление, ошибочное понятие интуитивного питания. Правильно? Вот сейчас-то я правильно понимаю, что я ошибаюсь? Ну, конечно, да. Потому что есть и другая поговорка. Всё полезно, что в рот полезло. Да. Это не интуитивно. Интуитивное питание, да, интуитивная выпивка. Да, мне так хочется, мне так хочется. Если нельзя, но очень хочется, то можно, да. То есть, тоже вот это вот всё работает на успокоение нашего мозга, да. То есть, вот это на... Что такое, Серёж, тогда расскажи, что такое интуитивное питание? Давай мы начнём с языка. Давай начнём с языка. У нас есть неточность в понятиях, неточность в том, как мы говорим, поэтому многие вещи людям, даже из-за произношения, кажутся не такими, какие они есть. Человек говорит, я так чувствую, что ты чувствуешь это. А когда мы начинаем разбираться, ты хочешь, что это значит? И часть ответов это... Ну, потому что я думаю об этом. Часть ответов. Ну, я представляю эту еду, я прямо вижу вот это. И слюна выделяется, да, по большому счёту. Да. Вот. Часть людей говорит, ну, я знаю, что мне там немножко скучно, но я пойду поем и отвлекусь. И это всё люди говорят, я так чувствую, что я хочу, да. Я хочу это же чувство, но хочу это вот здесь, да, это воспоминание или мысли, это то, что я вижу, уже это может быть... Запахи, да, да. Запах, вкус. Это есть целый клубок эмоций, которые я хочу заглушить. И в конце концов, когда мы говорим про интуитивное питание, это когда я чувствую голод, я более-менее знаю, прям на уровне тела, что вот сейчас хочу, ну, условно, как там, да, творог со сметаной. Не рыбу, не мясо, вот именно творог со сметаной. А в другой раз хочу там какое-нибудь овощное блюдо, а там бутерброд с красной икрой. Ну, условно. То есть, когда я чувствую на уровне тела, что действительно сейчас еда нужна моему телу, а не потому, что это какая-то вот ловящая идея или... Ага, Серёж, ты же можешь, я же могу задавать тебе каверзные вопросы? Вот смотри, с точки зрения, ну вот, я всё у тебя поняла, мы определились с интуитивным питанием, а может ли по-настоящему человек интуитивно хотеть гамбургер из Макдональдса? Я не знаю, вот в моей практике я ни разу не хотел таких вещей, потому что я пользуюсь интуитивным питанием, я прислушиваюсь к тому, что хочу, и вот такие сочетания, это мой личный опыт, у кого-то может быть, что человек хочет, да, но я, например, уже много лет не хочу белый хлеб, я его почти не ем, потому что он как-то, ну и не идёт на уровне тела. Я, конечно, могу его есть, иногда приходится в каких-то ситуациях, но я предпочитаю чёрный. И хлеб с мясом, ну это не то сочетание, которое я люблю. Моё тело как-то не очень хорошо реагирует. А смотри, у разных тел разные реакции, то есть вот это желание, да? Конечно, да. Помнишь, одно время был бум питания по группам крови. Да, ну и до сих пор люди сидят на нём. Почему? Я пока пользуюсь паузой. Девочки, мальчики, все, кто нас смотрит, мы говорим о интуитивном питании, как к нему прийти, как наладить взаимоотношения с едой, быть стройным и радоваться себе. И вы можете задавать вопросы, потому что это не просто онлайн-эфир, это онлайн-интервью. И мы вот сейчас с Сергеем, психотерапевтом, экспертом в вопросе интуитивного питания и нарушением, пищевым нарушением, мы сейчас эту тему обсуждаем. Мы остановились как раз на том, что про вредные и не про вредные. Вот всё-таки есть вредные продукты или нету с точки зрения вот тебя, как специалиста, как эксперта в интуитивном питании? Да, я бы сказал так, что есть вред, ну, условно такой. Тут, понимаешь, с одной стороны мы знаем, что, допустим, быстрые углеводы, тот же сахар, он даёт сплеск инсулина, потом это вызывает опять сильное чувство голода, колебания глюкозы в крови и гликозилированный гемоглобин. Это то, что сказывается на, в том числе, на коллагеновых сеточках, которые поддерживают кожу. Я помню, как наша коллега-эндокринолога рассказывала про то, что вот эти колебания уровня сахара в крови, они хуже, чем если будет какой-то один уровень, пусть даже он постоянный, но чуть выше, чем норма. И она говорит, что это плохо влияет на кожу. Вот это способствует тому, что морщины образуются раньше. Глубы говорят, вот это нужно женщинам говорить. То есть всё время есть по одной шоколадке в день. Вот. Это с одной стороны, да, что, конечно, это не очень хорошо, но с другой стороны, есть такая штука, которая свернула уже с нашей психологией, что как только мы начинаем делить продукты, что вот это нельзя, да, вот это вредное. И всё! Автоматически начинает это хотеть сильнее, потому что подростковая реакция, ну мы же знаем, что взрослых людей мало, взрослых и ментально. Есть много людей, которые похожи на взрослых, но по поведению, по мышлению не очень-то взрослые. И вот это деление на то, что это тебе нельзя, вызывает вот эту полярную реакцию. И люди рано или поздно сдаются, они начинают это всё равно есть, потом они начинают себя проклинать, вот эти угрызения. Да, это вот неудовлетворённость, она же вообще ужас, как вот из этого возникает. Слушай, я тебя перебила, ты начал говорить, что помнишь, типа вы отправите по группам крови. Да, это помню, да. Да. Вот, но с этой точки зрения, вот у нас один из вопросов, какие современные тренды в культуре питания. Да, да, ну вот я не могу это не спросить, да. Да, вот я сразу отвечаю на этот вопрос. Это мягкость. То есть мы отказываемся от каких-то жёстких запретов для большинства людей. Ну если только, конечно, у человека нет показаний, допустим, после удаления желчного пузыря, ну нельзя тебе это. Если ты будешь есть, у тебя будет болеть в правом боку. Ну хочешь, чтобы болело, ну ешь, да. Вот. А остальным, ну в принципе, хотя бы чуть-чуть чего-то можно. Да. Так, что немножко можно. Вот это основная идея, что мы не делаем жёсткие запреты, мы не ставим там прям какие-то ужасные границы, потому что они всё равно будут сломлены как-то, человек будет их нарушать, и потом будет себя укорять, будет говорить, что опять я не сдержался, не сдержалась, самооценка уходит. Слушай, мне это так напоминает этих, вот когда пьёшь, да, ну алкоголь, ты говоришь, ну я же сейчас вот бокальчик выпью, да, и всё, на этом остановлюсь. Потом почему-то не останавливаешься, да, ну раз я уже нарушила там свой там договорённый, раз уж я стаканчик выпила, выпью я ещё и дальше, ну или там выпь, ну мальчик или девочка, без разницы, да. Здесь вот тоже, раз уже нарушила один раз, да, там это, ну и ладно, короче говоря, ну и пусть это всё идёт. А неудовлетворённость-то она сохраняется. Угу, Серёж, ничего ещё в трендах? Нету запретов чётких, резких, жёстких, да? Ещё что? У нас рекомендация есть как вот дорожная карта, что вот желательно так, да, но если ты немножко туда-сюда, это ничего страшного. Вот это, наверное, основной тренд, то, что приходит понимание, что чем более строгие запреты мы создаём, чем больше ограничений, тем сложнее человеку это выдержать психологически. Ну, слушай, ну а как же вот, я по ходу уже что-то у меня ворождаются вопросы, а как же тогда вот с этими строгими постами, вот религиозными? Это же вот сложено традиции всегда, это всё равно воспитание, чувства воли, силы воли. Так, какая? Долезла, если я здесь, прости, если я залезла в другую, вообще в другую степь, это просто что-то по ходу родилось. Ты знаешь, что я не религиозен, но насколько я понимаю суть поста, там главное не в еде, все упираются в еду, там главное же, что пост это вот, то, как я думаю, то, как я себя чувствую, а еда это лишь символ. И то там куча есть ограничений, что там кормящие женщине, ребёнку, путешествующие, странствующие. Да, да. Что там выздоравливающему ратнику и так далее, путнику, ратнику, что можно не соблюдать вот эти строгие ограничения. По идее. По идее. Слушай, а вот мы начали про тренды говорить, а вот помнишь тоже, вот ты говоришь про группу крови раньше было, а помнишь, тоже было разные полярные прям мнения, то, значит, нужно дробное питание по 10 раз в день вот этими маленькими частями, то есть меня вот тоже пытались на него посадить, но это вообще реально не моё. Сейчас я очень изучала, и мне очень интересно, когда мы говорим про 20-часовые перерывы в питании, да, то есть есть, ну, примерно вот с двух до четырёх, например, да, и всё, и то есть, ну, и так вот питаешься, потому что это многие люди, ну, мудрые, ну, опять же, религиозные, чаще всего это в буддизме, вот это, да, то есть такое, но вот такое сейчас в тренде, так скажу, это вот прям много, и стали люди об этом говорить. Я вот сижу на трёхразовом питании, но чётко по часам, допустим, вот пол восьмого, там пол второго, и там пол опять восьмого, вот, то есть такое вот, хотя там после шести говорили на мне есть. Вот ты вот это вот наблюдаешь, как человек вот связанный постоянно вот с питанием, что сейчас, мода на что? В трендах такого нет, это опять какие-то идеи откуда-то. Ну, у нас же как в чужом саду яблоко вкуснее, да, поэтому если это пришло оттуда, с Индии, с Азии, откуда-то, да, с Китая, нам кажется, что это настигла древняя мудрость, но мы забываем о том, что древние глупости тоже навало вместе с этим. Слушай, а вот если говоришь вот это оттуда, а тогда отсюда что? Какие вот эти наши традиции в питании, ну, не знаю, как бы у русских, у славян, у россиян, как правильно сказать, чтобы никого не обидеть? Ну, вот у этой территории, где мы живём, мы вот в Сибири живём, да? Самые простые традиции какие? Мы едим то, что есть здесь. То есть для нас, например, есть ананасы, и акулии плавники не очень-то свойственно, потому что с той едой, которую мы едим, и в том числе получаем информацию о климате, о часовом поясе, о солнце, о звёздах, и в какой-то мере это влияет на иммунитет. Поэтому люди, которые едят чужеродную пищу, не местную, у них больше вот этих разнобоев, что с одной стороны человек живёт, ну, в таком солнце, при такой луне, он выходит на улицу в январе, тут минус 30, а его тело получает сигнал, что как будто он находится там, где плюс 20 на улице. То есть дисбаланс такой может быть, да? Да, вот, поэтому лучше всего есть те продукты, которые здесь, и обрати внимание, вот классическая русская кухня, это сложные углеводы плюс белки. Ну, это, в смысле, каши. Ну, это каши, это борщи, это любые супы, так всегда есть компоненты. Овощи плюс какой-то сложный углевод, ну, хлеб обычно, и какая-то белковая компонента. Вот, в принципе, то, что очень похоже на план питания Марш и Ферри, о котором я часто говорю своим клиентам. Расскажи нам, я бы не слышала. Такая трёхкомпонентная система. Вот для тех людей, у которых есть расстройство пищевого поведения, бывает не так просто сразу прийти к интуитивному питанию. Вначале нужно наладить просто нормальное питание. План простой. Три плюс два. Да, или три плюс три. Вот как ты сказала, что у тебя трёхразовое питание. Три основных приёма пищи, два или три промежуточных. Ну, классические, да, завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, паужин. Ну, нет, я так много не ем. Ну, не так много, но я вообще говорю, что три основных приёма пищи – это стержень в этой системе. И каждый приём пищи обязательно, вот на всех трёх должны быть какие-то сложные углеводы, овощ или фрукт, кальций, содержащий продукт. На обед и на ужин добавляется белок, жир, продукт для удовольствия. Ну, продукт, еда, какое-то блюдо. Ой, ты так слово такое интересное сказал. А продукт для удовольствия – это что, например? Это чтобы порадовать рецепторы. Потому что вот эта идея, я сейчас не буду есть сладкого, она невозможна в принципе. Можно не есть, допустим, сахар, да, но совсем сладкое исключить из еды – это глупая идея, потому что у нас есть рецепторы на разные вкусы. Если хронический рецептор этот вкус не получает, это не означает, что мы должны есть сахар всё время, да. Мы можем что-то другое получить. Ну, я финик, и очень много сухофруктов вот сейчас ем. Хотя говорят, что они тоже очень калорийные, но прям мне хочется, мне вкусно. Да? То есть вот ты про это же говоришь, да? Про мёд. Да, что не обязательно именно сахаром. Можно финиками, сухофруктами, ягодами, какими-то фруктами, чтобы этот вкус был, чтобы рецептор тоже получал раздражение, потому что если какого-то вкуса хронически нет, кстати, я помню по своим клиентам, одна из причин переедания – это просто вкусовая обеднённость, когда питание пресное, и потом этот голод, именно дефицит вкуса накапливается, и человек либо срывается по какому-то вкусу, либо он пытается, опять же, этими безвкусными продуктами заполнить, но это пустота та, которая не заполняется ничем. То есть вкус нужен, значит, да, вкус. Тогда мне расскажи, тогда расскажи мне, вот всем, кто нас смотрит, вот это вот разные вкусы, это получается сладкий, солёный, горький, да? Вот всё, три правильно назвала, или ещё что-то есть? А ещё какое? Сладкий, солёный, кислый, горький. А, кислый, кислый я не назвала. То есть, в принципе, это вот во всём питании, ну, в дневном, да, рационе, должны вот эти все вкусы, получается, быть, да? Правильно я понимаю? Да, желательно, чтобы они были, желательно, чтобы они были хотя бы в течение дня. Ещё лучше, если они, допустим, хотя бы в одном приёме пищи есть, ну, все три или все четыре. Мы посмотрим классический обед с этой точки зрения. Вот классический европейский обед. Первое. С чего начинается обед? Салат. Нет. А что? Стакан воды? А? Нет. Дринк, аперитив. Горький напиток какой-то, да, там, джин, водка, что-то горькое на вкус. Ты сейчас что пропагандируешь? Серёжа, погоди, ты что сейчас пропагандируешь? Что нужно пить перед этим, перед обедом джин? Или ты просто пример приводишь? Я привожу пример того, как классический европейский обед захватывает эти все вкусы и несколько раз. Ну, давай, если посмотрим, такой полноценный обед. Ну, хорошо, да. Да. Либо горький напиток, там, небольшая доза, они же не пьют сразу стакан, там, маленькая доза, 30-40 граммов, горький напиток. Либо это вино, кислый, сладкий вкус, да? Потом салат. В салате какие вкусы обычно? Ну, я что-то пробовала. Какие вкусы? Какие? Солёные, наверное, нет? Есть соль, да. В салате есть соль и может быть горечь, может быть кислота какая-то, может быть сладость. Ну, кисленькая, да, там помидоры, это же кислота, да, да. Ну, да, там в зависимости от салата. Ну, есть соль, да? Потом мы идём к первому блюду. В первом блюде какие вкусы есть? Ну, бывает острый, а острый – это вкус? Ну, острый, да. Ну, будем считать, что это горечь. Горечь, а, ну. Ну, вот, наверное, такой. Ну, кислый, борщ, там, вот это же тоже кислые вещи. И опять кислота, возможно. Ну, поесть какой-то овощной суп – это может быть слабость, да? Ну, да, всякие вот эти вот овощные пюре или там, то есть, бывает там тыквенные, они как-то больше сладкие, да. Второе блюдо. Опять там есть и нейтральные вкусы, но всё равно там есть соль, есть приправа какая-то, это горечь либо кислота, может быть опять слабость. Ну. Потом идет десерт и компот. Опять кисло-сладко, кисло-сладко. То есть классический обед, европейский включает все вкусы и не один раз мы по ним проходим прям круг за кругом, круг за кругом. То есть вот оно вкусовое богатство, которое мы получаем. А если мы себя этого лишаем, это, кстати, как, ну, любая монодиета, особенно на продуктах, у которых не выражен вкус. Ну, там гречка, куриная грудка, да. Ну, сытно, да, питательно, да, но вкусно, сомнения есть, конечно. Ну, и… Дефицит впечатлений, я бы сказал, даже с точки зрения нашей нейрологии, дефицит вот этого нейронного потока, нейронного возбуждения, он копится-копится, и потом ба-бах, но это невозможно держать силу и боль. Не, я с тобой, кстати, согласна абсолютно как бы с этим. Я вот это вот я не знала, я возьму себе на заметку, прям вот чтобы, ну, какие-то эти, ну, дринкать я стараюсь, наверное, всё-таки это мы не в Европе, но вот каким-то образом, ну, я люблю очень вот острые некие вещи, поэтому, поэтому, наверное, вот этим буду заменять. Хотя вот… Мы говорим про дринки, я говорил принципиально, что вкусы, да, вкусы, конечно, добавьте какой-то остроты, ничего от этого не будет страшного. Вот такие дела. Ну, и это, кстати, я так понимаю, что является вот эта вот бедность вкусов, она является в том числе и причиной недостижения какой-то цели, да, или срывов каких-то, правильно я же тебя поняла? Да, да. Потому что многие люди занимаются чем? Они себя помещают в искусственную ситуацию, объединили продуктовый набор, гречка, какой-то, ну, опять же, куриные грудки, там эти бескосные листья салата, ни чая, ни кофе, ни водки, ни вина, да? Нет, ну ты явно пропагандируешь, самоизоляция дала вообще себе, ты ж не пьёшь, ты чё? Да, я шучу, но я говорю о том, что ещё и транквилизаторов нет, и вкусов мало, человек обедняет себе вот этот поток ощущений и начинает копить этот дефицит. Ну, день можно продержаться на силе воли. Есть люди, которые продержатся неделю или две, но месяц уже никто не продержится. Ну, или там редкие-редкие люди, как спортсмены, да, есть те, кто занимается спортом, есть те, кто показывает высокие достижения, но их мало, да, из, там, почти 8 миллиардов людей, олимпийских чемпионов, ну, там, несколько десятков всего мы набираем, да? То есть, вот, комфорция такая, что не все так выдержат. Потом, конечно, срыв, потом что? Самообвинение, пью, ну, и вся эта цепочка. Угрозение совести, чувство вины, вот этот дискомфорт, потом, значит, а, уже всё равно сорвалась или сорвался, опять нужно поесть, чтобы себя успокоить, и вот оно вот, знаешь. Эти бесконечные циклы у моих клиентов я встречал сотни разочков. Человек, потом срыв, потом опять усилие, потом срыв. Ну, вот, слушай, я как раз и хотела спросить, а вот те клиенты, которые к тебе приходят, вот за какое время можно нормализовать вот это вот, ну, любовь к еде, взаимоотношения с едой, вот это нормальное пищевое поведение, то есть это месяц, это два, то есть это какие-то этапы, ну, вот в двух словах хотя бы скажи. Сейчас, так как я работаю с клиентами, ну, я сразу говорю, что это для того, чтобы нормализовать, для того, чтобы отработать, чтобы это встроить в жизнь, ну, несколько месяцев. Ну, то есть это постоянно нужно с тобой общаться или как-то, или вы какую-то систему выстраиваетесь, и потом как-то вы консультируешь, да, ты, получается, помогаешь. Да, то есть мы начинаем с раз в неделю, потом раз в 10 дней, потихонечку мы увеличиваем паузы, но всё равно это, знаешь, что-то вроде тренерства, то есть есть... Да, я сейчас, кстати, полностью тоже с этим согласна, потому что сейчас очень большое обилие информации, да, ну, казалось бы, да зачем эти все тренинги, да ещё эти более платные, да зачем ещё какие-то там мастеров каких-то, но на самом деле люди настолько путаются в этой информации, настолько её переизбыток, я всё время привожу эти цифры, я прочитала, да, и я действительно как бы смотрю, что в 400 раз превышает поток информации то, что человек может принять. И поэтому при том, что сейчас очень много появилось бесплатной информации, да, доступа, даже те, кто раньше продавал какие-то тренинги, сейчас они бесплатно предоставляют, но в это же самое время увеличилась потребность человека в неком проводнике, в неком тренере, в неком наставнике, потому что, ну, самостоятельно, ну, очень сложно, ну, опять же, к тому же вопросу, что мы далеко не все взрослые, и очень мало взрослые, да, и нам вот этот вот кто-то взрослый, кто в этом хорошо разбирается, нам прямо нужен. Я вот, вот прямо настолько мне нравится, когда меня ведут, ну, вот не пользуют меня, да, это мой кошелёк, а именно ведут и советуются постоянно какие-то советы. Мне очень нравится. Я вот так с астрологом работаю, я очень довольна. Я никогда бы не думала, скажи мне кто раньше, что я год буду общаться и консультироваться у астролога, что там вроде как разбираться. Нет, это мой наставник, это вот мой тренер. И таким же образом я понимаю, что ты работаешь по нарушениям пищевым, да, правильно понимаю? То есть вот это. Чтобы выстроить систему. Помнишь вопрос, что такое пищевое поведение? Что такое? Да, это то, что человек думает, чувствует и в результате делает, либо не делает. То есть внутренняя часть поведения, которая всегда в тени скрыта, и часто она скрыта от самого человека. Почему вдруг очнулась у холодильника и уже съела там полгулки какой-то или съела опять второе мороженое, хотя вроде бы не планировала? Потому что есть мысли, есть шаблон, мысль, эмоции, воспоминания, мысли о воспоминании, эмоции на эту мысль. Вот там иногда десятки таких процессов идут, которые спрессовываются в секунды. И это для человека обычно в тени, что вот что-то вот захотелось, но между этим захотелось и тем, что произошло до этого, может быть, там глаз упал на что-то или какое-то воспоминание мелькнуло, или человек обратил внимание, что есть эмоции, и вот этот ход, весь этот процесс, который привел человека к тому, что он опять поделит, чтобы с этим справиться. Вот там какой-то процесс есть, и мы, конечно, с этим разбираемся. Слушай, а вот мне как раз очень интересен вопрос, что получается, часто очень говорят, что наладишь жизнь свою, и у тебя и с пищевым поведением всё наладится, перестанешь стрессовать, значит, и у тебя всё наладится, то есть и питаться начнёшь правильно. Мне кажется, это не совсем верно. То есть вот ты с какими-то первопричинами, ты же не говоришь или говоришь так, так, всё, вы сегодня много нервничали, вот поэтому вы там сорвались. А ну, избавиться от стресса, мне кажется, вообще нельзя? Стресса – это часть жизни, вопрос в том, как мы реагируем. И одна из коллег наших очень хорошо говорит, это Светлана Бронникова, она дословно не помню, но смысл такой, что если у тебя пока нет другого способа, кроме как поесть, чтобы успокоиться, лучше пусть у тебя будет там эти лишние 10 килограммов, чем ты умрёшь от стресса, поэтому иди и поешь. Но когда ты понимаешь, что это у тебя единственный транквилизатор, ну, обычно у женщин чуть чаще это еда, у мужчины чаще, да, анализируются там. Но когда ты понимаешь, что у тебя это единственный или преимущественный путь, твой следующий шаг – найти дополнительные пути, как это обходить, чтобы у тебя не было потребности в еде, как вот в этом лекарстве, ну, и там в алкоголе, вот тогда мы начинаем отрабатывать другие пути, что да, есть эмоции, ты не хочешь есть, тогда работаем с этим по-другому. И, конечно, это оттренировывается, что человек раз за разом делает что-то другое, принципиально другое, привыкает к новому себе. А жизнь, да, всегда стрессы подкинет. Слушай, ну, я правильно услышала или, может быть, как-то, может, превратно поняла, то ты лезешь под кожу клиентом, то есть находишь вот эту причину, почему он стрессует, почему он кушает много или всё-таки как-то вот мягко. Потому что человек пришёл нормализовать вес, но он не хочет рассказывать, что его муж гуляет или там, наоборот, жена там что-то как-то, что-то не делает. Ну, вот это уже другой, наверное, вопрос. Обычно про это всё равно рассказывают, но, тем не менее, люди приходят с разными запросами, есть те, которые, да, вот я хочу с питанием разобраться, и не надо мне больше никакой глубины. Ну, ладно, нет, так нет. Если это возможно, мы разберёмся. Некоторые готовы работать над тем, что всплывает в ходе этого. Некоторые не готовы. Тут зависит от человека. Ну, можно по-разному работать. В психотерапии есть принцип добровольности. Не бросят, мы не лезем. Я, кстати, помню, что именно ты, от тебя я услышала и как бы восприняла это и вот прям запомнила. Ты мне именно сказал, что, ну, чуть ли не 90% или 99% успеха работы с психотерапевтом, это всё-таки работа непосредственно самого пациента. То есть, и портить себе репутацию людьми, которые не готовы работать, да, то есть сами внутренне работать, то, ну, тут уже хоть 7-5 в лбу. То есть, ты от таких отказывался. Ты думаешь, сейчас отказываешься, да? Скажи, а вот каких ты не возьмёшь к себе? Сейчас я отвечу на вопросы. Ага. Я говорю, что примерно, ну, там, 50-70% тех, кто ко мне обращается, с прямым запросом, я отсеиваю, потому что, ну, или я не хочу работать с такими людьми, с такими запросами, или, мне кажется, что не будет хорошего отклика, поэтому зачем браться? То есть, вот это, а как ты эту готовность проверяешь? Ну, во-первых, потому сам человек обращается или нет под давлением, готов ли человек работать. Вот, например, сейчас у нас период самоизоляции, есть люди, с которыми я работаю онлайн. Есть люди, которые, нет, онлайн это слабо, мне надо только очный контакт. Ну, хорошо, ждите, когда этот период закончится. Ну, ладно, я подожду. Да, то есть, человек думает, что от того, что мы будем на расстоянии, там, 3 метра или 2 метра, сила моего влияния будет больше. Как Кашпировский, да? И то он, по-моему, через телевизор заряжал всё. А я помню, ты же мне и рассказывал, что ты никогда не назначаешь консультацию в этот же день и даже специально, да, как оттягиваешь, например, там, через 3-4 дня для того, чтобы проверить, насколько сильное желание, то есть, не сиюминутное ли это желание у человека, да, а действительно ли есть такое намерение. Вот хитрые вы психотерапевты. Ну, не то, что хитрые, знаешь, это просто прагматизм. Потому что, если мы делаем что-то, ну, а какой смысл делать то, что не принесёт результата, когда сразу видно, что шансы на успех маленькие. Зачем ввязываться в это дело? Вот у тебя есть огород? У меня? Огород? Да. Нет. А, ну, у меня есть на балконе цветы. Нет? Ладно, пусть на балконе цветы есть, да. Вот, предположим, ты захочешь посадить новое растение в горшочек, да? Ну, захотела уже даже, вон стоит. Правильно. Что-что? Ты возьмёшь хорошую почву, правильно? Ты её будешь специально где-то там собирать или покупать. Купила, да, уже. Да, ты будешь поливать, ты посадишь этот росточек или семечко на нужную глубину, будешь поливать вовремя. Угу. Ну, а некоторые люди приходят, а у них, знаешь, вот там сплошной асфальт, они пытаются на этом асфальте вырастить картошку и получить хороший урожай. Ну, да. Я тебя вообще понимаю и вообще полностью согласна. А вот ты, кстати, волшебное слово сказал, самоизоляцию. Скажи, стали больше есть? К тебе больше стали обращаться вот с вопросами, что я там, не знаю, остановиться не могу? Есть такие? Есть, да. Они и раньше были, сейчас есть. Причём, конечно, количество РПП усилилось, но тут ещё проблема в том, что люди вообще находятся в большом стрессе и РПП это просто как реакция. Вот как бы этот тот фон, на котором сейчас всё начинает бурно расти. Там и тревожная реакция, и РПП, и там какие-то семейные проблемы, и алкоголизм ползёт вверх. У меня недалеко красное-белое, я вижу, как народ только туда и ныряет. У меня в моём доме, да, то есть там вообще не растёт народная тропа называется. Да, да. Вот, есть, конечно, то есть любые такие внешние невзгоды, если у человека внутри есть нерешённые проблемы, они их обостряют, и когда говорят, у меня это вдруг проявилось, да не вдруг проявилось, оно было, оно просто дремало, условий не было, чтобы проявилось, но вот это вот, не знаю, этот нагломчик, это червоточинка, это больное место уже было, просто оно сейчас обнажилось во всю вот эту силу своего. Поняла, Серёжа. Слушай, у нас такой вопрос был от девушки, да, вот почему, вот в чём взаимосвязь, да, и есть ли эта взаимосвязь, что когда мы приходим домой, а нам с работы, например, ну кто в офисе там работает, да, нам всё время хочется поесть, вот это вот как-то психологически, или что, что мы там устали сильно на работе, и нам нужно срочно подкрепиться, или что, с чем это связано? Да, как в том анекдоте, да, что западные туристы всё время недоумевают тому, как отдыхают русские, что они так работают, и так устают, что требуется такой отдых теперь. Нет, просто они так отдыхают. Есть несколько основных моментов. Вот сердечки пошли, это видимо, это тему больную задели. Спасибо за реакцию, очень хочется сказать, спасибо за реакцию, очень нужна ваша поддержка, понимание, то есть насколько вы, вот мы сейчас говорим по важности для вас эту тему, да, и если есть вопросы, вы можете мне писать, я вот буду зачитывать, а пока, вот давай, тогда давай про причины, почему мы всё время едим дома, когда приходим. Да, во-первых, у многих это шаблон, что я дома ем, я когда прихожу, потому что делали это уже не один десяток лет, что вечером пришли, вымыли руки там, на кухню, понимаешь, это вот как автоматическое действие, куча триггеров и ассоциаций, что я когда ем, я расслабляюсь, я отдыхаю, плюс я наконец-то, может быть, начинаю чувствовать голод, который накопился за день, особенно если ели некачественно, ну как-то, знаешь, как-то в офисах, то чай попили с печеньками, то конфету съели, голод-то копится, но внимание вовне, а не в теле, и тогда, конечно, сигналы голода легко пропустить, а дома пришли, вроде теперь этой нагрузки нет внешней, внимание чуть-чуть в тело вернулось, ого-го, как я хочу есть. Все эти триггеры, что вот он урчит в холодильник, вот я уже вижу стол с порога, собака Павлова, грубо говоря, вот эти, да, 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 вот, и плюс, конечно, концепция благополучия, потому что для многих людей еда, это очень такой простой, доступный способ пережить вот это общее состояние благополучия, я специально нарисовал этот слайд, я его как-то рисовал, но еще покажу, благополучие, да, три компонента, это удовольствие, ну вот я нарисовал, да, смотри, это завершенность, ну вот типа гора, и там залез, и флажок стоит, завершенность, то есть любое конкретное дело, которое завершено, пусть маленькое, не знаю, отчет сдал, в этом плане те люди, которые занимаются какими-то процессными делами, они находятся в более прогрешном положении, чем те, кто там, написал текст, да, вот работа закончена, ну словно, вымыл пол. Слушай, да, у меня такое прям есть, я что-то завершила, и я такая, о, я заслужила, то есть, да, вот что-то закончилось, и теперь нужно как-то вот подкрепиться, ну это вот у меня было так всегда. Да, вот завершенность, да, вот удовольствие, в том числе, от завершенности, и третий компонент нарисовал, это социальная связь, то есть контакт с людьми, и для многих людей, вот прихожу домой, еда это, а удовольствие, и телесное, потому что голод утолили, вкус наконец-то, ну мы об этом уже говорили, и эмоциональное удовольствие, потому что мы собрались здесь вместе, наконец-то, да, и завершенность, что это дело, которое, ну там условно, быстренько сейчас приготовила поесть, ну или достала, разогрела, вот всех накормили, ура, я молодец, да, если другого способа нет, то еда очень часто выступает, ну опять же, почти единственным источником, это получить наконец-то, в течение дня, вот концепция, знаешь, одна моя знакомая рассказывала историю, как ее коллега сидит рядом, говорит, и я смотрю, наблюдаю краем глаза за ней, и она каждые полчаса открывает шкафчик, достает оттуда шоколадку, отгрызает кусок, и опять прячет шоколадку на полочку, я, говорит, смотрю день, второй, третий, у нее, говорит, весь день так, через каждые полчаса, она там что-то откусывает, наконец, я у нее спрашиваю, зачем ты ешь этот шоколад, она говорит, ну это же вкусно, это уже удовольствие, ну я у нее спрашиваю, что, других способов нет удовольствия получить, она говорит, женщине там 30 с чем-то лет, и она на меня смотрит, как на дуру с большими глазами, типа, а что еще может быть в качестве удовольствия-то в жизни? Ну да, вот так. Ну, еда – это самое быстрое удовольствие, самое быстрое, ну, потребление, выработка энергии, да, ну, к сожалению, это так. Да, поэтому многие люди, даже не чувствуя голод, бывает, едят вечером, потому что все эти факторы совпадают, плюс там уже, ну да, не успел осознать себя, как ноги уже привели на кухню, руки уже что-то там нагребли, вот уже всех там собрали, быстро пока там с работы пришли, это же ритуал, да, пока все... Ну, ритуал, да, еще. Слушай, а вот мы, ну, я по крайней мере не запомнила, как все-таки определить, что такое голод? Вот это что, я должна прям падать? Наоборот, вот раньше тоже такая теория была, что не доводите себя до голода, не ходите голодные в магазины, да, ты начинаешь скупать там все, то есть это же всем знакомо, а ты вот сейчас про голод говоришь, то есть кушайте, когда вы голодны, или все-таки нужно кушать, когда я не голоден? Вот скажи мне, вот как психотерапевт, сейчас время посмотрю. У нас 10 минут с тобой осталось, есть возможность задать вопросы, Сергея? Это шкала, да? Вот с одной стороны голод, с другой стороны сытость. Здесь ни то, ни сё, ни голоден, ни сыт. Ага. Так вот, если мы уходим на этот край шкалы, это то, о чем ты говорила, когда, ну, прям, умираю от голода, знаешь, вот руки уже дрожат, ноги дрожат, глаза темнеют, это означает, что голод такой, что наступила гипогликемия. С другой стороны. А, кстати, крайний голод часто связан потом с крайней сытостью, что наявусь так, что встать не могу. Ну, я говорю, значит, то есть голодными не надо есть. Вот очень голодные. Так вот, есть лучше по голоду, но когда голод не такой сильный, когда он ещё, он есть, да, но уже, но не крайний, потому что, во-первых, доводя до крайнего голода, мы рискуем съесть по голоду, и плюс ещё что-то, потому что механизм насыщения такой, что насыщение не сразу наступает, там растянуто по времени. Во-вторых, когда мы едим редко, когда накапливаем вот этот большой голод, это один из способов дать нашему телу, нашим генам сигнал, что голод, наши предки, да, сотни, тысяч поколений с этим сталкивались. Первая реакция тела на голод какая, если голодные времена? Тормозить метаболизм. Поэтому раз голод, два голод, вроде бы человек есть, столько же, сколько раньше, но, да, потому и кажется, джинсы, пока лежали зимой здесь, сохлись. Сохлись. Ну да, джинсы, кстати, растягиваются, что ты, просто на нас это. А вообще, слушай, интересно так, а вот у тебя у самого пищевого поведения в течение возраста менялось, и предпочтение. Почему мы иногда любим кислое, допустим, да, или какие-то предметы, какие-то вещи не любим. Я, допустим, лет до 20, даже с лишним. Ну, короче, грубо говоря, до общаги. Я не ела, ну, вообще, капусту тушёную, да, допустим, я не ела, ну, там, сало не ела ещё, то есть просто это было невкусно. Потом это стало, ну, любимой вот едой, ну, и не потому, что мы там полу в голодом в общаге были, ну, просто вкусовые вот эти рецепторы поменялись. Вот у человека как меняется, вот у тебя тоже, ты же с этим как бы давно уже… Не ровному, но в целом, в целом, если человек прислушивается к себе, чем больше лет, тем меньше хочется, ну, таких белковых продуктов, тем хочется меньше еды в целом. Я помню, в 20 лет, ну, когда у меня была огромная физическая нагрузка, не такая, как сейчас, конечно, так я выпивал литр молока в день, седал несколько яиц, там, ну, и прочее, 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 да, и я хорошо себя чувствовал на этом. Сейчас, ну, я столько не хочу есть. То есть с возрастом количество потребляемой пищи уменьшается, а вкусовые всё-таки вот качества пищи? Вкусовые, ну, я сейчас стал меньше любить водку, больше любить коньяк. Ну, слушай, ты как-то вот в самоизоляции и близость красного-белого, мне кажется, прям влияет на тебя. Вот, если бы тебя люди не знали, вот точно решили бы, что ты пьёшь. Это шутка, да. Это абсолютно шутка, Серёжа не пьёт. Да. Ну, по крайней мере, последнее время я больше люблю простые овощи, какие-то очень простые блюда, тушёные овощи. Ну, я и раньше не любил сложные блюда. Любовь к кисломолочному, кажется, это вся моя жизнь, особенно последние лет 10-15. Люблю творог, сметану, сыр, прямо, люблю и всё. Может быть, чуть меньше люблю сладкого, потому что я помню, вот, когда я учился, мне было лет 19-20, я тоже мог съесть две шоколадки за день. Сейчас нет, конечно, столько не съел. Слушай, а вот, а почему людям, например, некоторым, вот ты что-то как-то так намекнул, что вот эти все по группе крови, питания, что это вот вроде как не это, было просто мода, но вот всё время говорили, вот у меня первая группа крови, да, что мы мясоеды, или мы там овощееды, то есть вот как-то вот это деление. Есть люди, которым прям сильно хочется мяса, а кто-то вообще его нет, вот это от чего зависит? В питании по группе крови, по группам крови есть рациональное зерно. Оно заключается в том, что мы от рождения разные, у нас разная генетика, разный метаболизм изначально, мы получаем разный набор микрофлоры, который, какие-то возрасты, и поэтому наше питание, ну и в том числе, у нас разный объём движения, у нас разная эмоциональная нагрузка, инфекционная нагрузка, мы же с этим тоже справляемся, поэтому нам в разные периоды времени нужна разная еда, но групп крови намного больше, чем вот эти четыре основные, потому что, если мы возьмём систему АБ0, там четыре варианта, возьмём резус-фактор, там два варианта, четыре на два уже восемь вариантов, понимаешь, не четыре, а восемь, и известных групп крови несколько десятков, в каждом, каждый из которых, там два-три варианта, четыре-пять, то есть этих комбинаций очень много получается, то есть, да, в принципе, каждому человеку должно быть своё питание, в том числе, оно зависит в какой-то степени от генетики, но на поверхность вышло вот это очень сильное упрощение, что там первой группе крови надо есть мясо, да, условно, наоборот, мясо не есть, и всё, но это слишком грубо, слишком примитивно, поэтому интуитивное питание, когда человек к себе прислушивается, даёт более точно ответ на эти вещи, что да, сегодня я хочу вот это, мне надо там мясо, кому-то действительно нужно больше мяса, кому-то не нужно столько, кто-то вообще его не ест, ну, значит, будет есть там рыбу, яйца, какие-то морепродукты. Слушай, слушай, а вот, как сказать, может ли такое быть, и вообще вот бывает, допустим, мы про интуитивное питание говорили, затронули тему, что нужно есть то, что вот там на той территории, на которой ты живёшь, да, то есть вот это вот, это всё наиболее правильно, наиболее полезно для твоего организма, но получается, если вот так прислушиваться, то я живущая вот здесь, в Сибири, в принципе, интуитивно не могу захотеть вот там плавники акулы, да, как ты говоришь, правильно я понимаю, то есть вот это вот, или всё-таки могу? Ты можешь захотеть, особенно если ты с ними уже знакома, этого тела знает, что в этом продукте, например, содержатся какие-то вещества, которые тебе нужны, ты можешь захотеть, но скорее всего, чаще ты будешь хотеть, скорее всего, что-то более, местное, вот скажем так. Ну вот, не знаю, ну вот, говорят, картошка вредная, я вот очень люблю картошку, но я вот тоже её не ем, ну, стараюсь не есть. А? Ты себя хорошо чувствуешь, когда ешь картошку? Нет. Вот я, по-сему, люблю хлеб, но я не очень хорошо чувствую, когда я маму не поеду. что ты её поела, и твоё тело даёт сигналы, ну, на разных уровнях, может быть, желудок, кожа там, может быть, то, как ты потом думаешь. Нет, вот когда, мы говорим, чувство тяжести, чувства вот, вот, вот лёгкости нету. Я вот очень чувствую, знаю, что, вот интуитивно, сейчас вот вспоминаю, мы с тобой вот сейчас уже час проговорили, я сейчас вот это ощущаю, вот, очень классно у меня реакция идёт, допустим, на морковь. Вот я почему-то, когда её ем, я настолько счастлива, настолько мне легко, не знаю почему, вот, да, вот казалось. Вот это есть ответ, что картошка тебе не очень идёт, ну, значит, не надо. Но если вдруг ты когда-то её захочешь, ты её начнёшь есть, скажем, съела небольшую порцию, прислушала, всё хорошо, в данный момент хорошо, значит, ешь. Слушай, ну а как остановиться? Мы же по праву колесу это говорили, а как остановиться? Вот оно вкусно. Остановиться? Но один из приёмов здесь, это понимать, что удовольствие здесь, если его будет слишком много здесь, если ты ешь уже только для вкуса, и дискомфорт здесь, ну, я показываю, не видно, условно, там, желудки, нижняя диафрагма, дискомфорт будет расплатой за это удовольствие. Идеальная еда – это когда, красиво, да, это когда в теле хорошо. Угу, поняла. Слушай, ну вот у нас буквально, я думаю, что две минуты, я боюсь, что сейчас уже 30 секунд, уже тут отсчёт пойдёт. Я благодарю всех, кто к нам присоединялся, кто сейчас нас смотрит. Я думаю, что вот как раз тема хорошая, тема зашла. Этот эфир будет сохранён на Ютубе, на Ютубе, как у меня, у меня, правда, мало подписчиков, но надо уже начинать как-то уже поговорить о том, что у меня есть этот канал, потому что все свои онлайн-интервью, там, ролики по своей, там, другой работе я выкладываю на Ютубе. У Серёжи есть канал Ютуб, да, то есть, у тебя будет там, кстати, ты сохраняешь, я не нажала ничего, сохрани, пожалуйста, этот эфир, выложить, выложить, вот, коротко вот резюмирую, пожелай что-то нашим девочкам, мальчикам, кстати, у нас и мальчики смотрели, я видела, как бы, вот, что мои знакомые смотрели, вот, что бы ты сказал, с чего начать путь к интуитивному питанию? С осознанностью, то есть, если ешь, ешь, обращай внимание на то, что ты ешь, а не смотри телевизор, не копайся в телефоне, там, не читай книжку в это время, то есть, прислушивайся, вкусно ли тут, как еда легла, как она там лежит в теле, хорошо, хорошо, что-то не нравится, значит, не надо, всё просто. Ой, конечно, всё просто, ты психотерапевт, тебе просто, вот, осталось, тренировал, устраивал, вот, осталось, кстати,